Головкину посоветовали способ уничтожить Сканело. Давид Лемье все еще надеется встретиться с Саулем Альваресом. 23 февраля в Лондоне состоится бой Джеймса Дейгейла и Криса Юбенка-младшего. Поединок Джон Джонс, Энтони Смит возглавит турнир UFC 235. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММИ и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Портал западного телеканала CBS Sports озвучил способ для Головкина победить в третьем поединке с Альваресом. Но если вам нужен еще какой-то мотив для боя за реальное чемпионство в среднем весе, примите к сведению следующее, когда вы все списываете на коррупцию. Неспособность или предвзятость судей, самый умный поймет. Что сейчас Головкин вряд ли способен перебоксировать своего молодого оппонента в течение 12 раундов. Лучший путь трипуджи к победе. Это, скорее всего, тактика найти и уничтожить. Если он захочет отбросить свою осторожность и полагаться на железный подбородок в замесе с Альваресом, как современное подобие боя Марвина Хаглера и Томаса Хирнса, или другими словами, Головкину надо идти вперед, несмотря на удары Альвареса. Дожать и нокрутировать его, написано в материале. Экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье рассчитывает получить бой с чемпионом мира в среднем весе и во втором среднем весе с Аулем Альваресом. «Думал, получу бой с Альваресом уже после прошлого поединка, ведь было сказано, что победитель моей встречи со Салливаном получит шанс на бой с победителем боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, но, видимо, им не понравилось, что я выиграл в той встрече нокаутом уже в первом раунде, и они поменяли планы. «Я всегда готов к встрече с Альваресом, всегда верю в свои способности, и у меня есть то, что поможет победить Сауля», — сказал Давид Лемье в интервью. Напомним, после проваленной сгонки веса в канун боя с Туриано Джонсоном, Давид Лемье принял решение перейти во второй средний вес. 23 февраля в Лондоне состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-чемпионов мира во втором среднем весе Джеймса Дейгейла и Криса Юбанка-младшего. Последний выразил уверенность, что ему по плечу справится с опытным соперником. «Работа над организацией такой встречи длилась на протяжении 4-5 лет. Я преподам Дейгейлу жесткий урок. Я годами тренировался, чтобы победить его. И знаю о нем все, что нужно, надеюсь, он будет в наилучших кондициях. И мы сможем подарить болельщикам яркий и взрывной поединок», — сказал Юбанк-младший. Юбанк в последний раз выходил на ринг 28 сентября 2018 года и победил ирландского боксера Джей Джей Макдонаха. Джеймс Дейгейл предыдущий поединок провел 7 апреля 2018 года и победил Калеба Троекса единогласным решением судей, тем самым взяв у американца реванш за поражение в декабре 2017 года. 2 марта в Лас-Вегасе, штат Невада, США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 235. Главным его событием станет титульный поединок в полутяжелом весе, в котором встретятся чемпионы организации Джон Джонс и Энтони Смит. Джонс вернулся в октагон 30 декабря, досрочно одержав победу в бою с Александером Густавсоном. Американец вновь стал чемпионом организации, что касается Смита. То он в последний раз выходил в октагон в октябре минувшего года. Когда победил Волкана Аздемира, победная серия Смита насчитывает 3 поединка. Кроме Аздемира он справился с Мауриси Роа и Рошадом Эвансом. Все победы были добыты досрочно. Отметим, что Энтони Смит занимает 3 место в рейтинге полутяжеловесов UFC. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...